короче про сюжет я пытался выяснить на википедии вообще в интернете нам про сюжете написано ничего абсолютно как в игре так и где-то еще я так понял короче какой-то злодей перемещается во времени мы пытаемся его остановить все что это за утка или я не знаю что это вообще за птица такая вот это time travel это типа как как в сонике компилейшн по-моему называется режим просто уровне на скорость проходить в опциях ничего нет можно поменять только управление уровня сложности тоже нет да честно мега унылая вот серьезно но как как прям как в сонике экран перед уровнем спит арена это короче у нас такая как сказать локация в которой мы перед в которой мы будем перемещаться во времени грубо говоря вначале каждого в каждого акта что вот это что что это за sonic boom матер я не могу выбраться так короче чем мы умеем если sonic мог только прыгать нам до дышать то здесь мы можем пинаться электричеством пинаться вверх в прыжке и и так далее и все больше мы ничего не умеем дальше у нас нету что есть вот такие вот херни ой которые нас разгоняют так ли меня пропустил там было колбочка с бессмертием вот внизу собственно у нас написан полосочка energy она у нас заканчивается то есть нам нужно подзаряжаться собственно эти молнии служит как нашим хп грубо говоря так две жизни то есть в начале игры нет continue в том плане что их просто пока что еще не дают так я не могу запрыгнуть но потом когда будем проходить короче в течение игры нам дадут еще кучу continue кучу жизни игра мега легкая вообще об этом париться не будем я бы думал можно сейчас все расскажу и можно тупо в топе сидеть ну что игра долгая на час и очень скучно рассказывать про нее я не знаю что но закончили уровень даже похоже как мол там sonic он пробегает мимо свои таблички она крутится то здесь мы просто подходим и заряжаемся этой розетки это перемещаемся во времени креста куда блин я я не знаю это даже не как как это обозвать в какую игру мы переместились я даже не знаю думаю ну короче это какой-то мариус смешанный с соником такой полу платформинг не на смысле именно дизайн уровня кажется типа green хилсон смешана с чем-то там таким непонятным так я хочу туда наверх залезть так чё за фигня почему не могу до наверх залезть вот чё у нас есть по пауэрапом то блин ну тут хрен разгонишься прям как в сонике реально ну чё это за трольство я хочу взять этот пауэрап и подачу он не все представляет есть у нас собственно бессмертие временное также как сотники меняется музыка и мы мигаем есть щит опять же точно так же как в сонике то есть на один удар нас оберегает он шипы которые не убивают то есть если соник тратить кольц тут у нас просто тратится энергия есть вроде бы такая же колбочка с жизнью вроде бы все вроде бы больше ничего нет вот собственно и все проходим несколько актов как соники потом босс потом снова high speed арена если не ошибаюсь 77 зон грубо говоря так скажем выражаясь языком соником на файл босс и все нет не лучшей концовки ничего доход собственно сейчас задаетесь вопросом зачем я это прохожу а все потому что блин я думал что все игры которые я играл в детстве я уже нашел и все все во что я играю нет никакой к ней ностальгии подобных чувств и так далее так вот когда недавно поиграл блин точнее когда я начал сканить ром сет сеги по жанрам то есть мне задолбали эти шмапы надо все-таки немножко перерыв сделать отдохнуть ну что сейчас нам осталось куча батхертного говна который даже на изи блин батхертная кошмар так вот я короче начал сканить другие жанры там посканил бит и мапы понял что на сеги бит и мапов нету особенно после шли со фрейджа так я вообще не знаю с чем сравнивать эти бит и мапа вышли настолько пораженные что это кошмар потом я посканил еще какой жанр уже не помню тоже из игр практически ничего интересного особо не нашел и вот начал сканить платформеры и опять же все платформеры в которые я играл они оказались самыми лучшими на консоли и практически ничего опять же нету что можно было бы выделить опять же я на самом деле играл там буквально по несколько минут объективно ничего говорить не буду пока так вот ну и собственно во время того как я сканил ром сет потфу ну да ром сет сеги наткнулся на эту игру и так в общем начал ностальгировать по полной запачкал весь потолок короче побелил его и потом думаю нихрена себе блин какого хрена какого хрена я же вроде все игры нашел но потом когда он уже разум вернулся ко мне я решил эту игру пройти понял какой она говно и уныние потому что я сначала это было где-то в 11 вечера мне еще на следующий день 7 часов вставать я начал играть игра играю так прошел там полчаса где-то уже поиграл понял что вроде бы думаю ну ладно там должна уже игра подходить к концу потому что вроде воспоминания есть смутные что вроде особо игра недолгая играю все уже прошел час думаю ладно сейчас она закончится какого хрена типа блин надо спать уже 12 ночи чё за фигня прошел очередного босса и вижу что это не конец залаженый youtube и там просто еще два сраных уровня а какая она бесконечная и вместо ностальги у меня теперь она вызывает кучу подхерта вот так вот скажем поэтому я решил что думаю ну ладно хрен с ним все равно мне стримить в субботу нечего никакой шмап я не подготовил хотел подготовить биохазард но в итоге я его немножко забодхертил и в итоге вместо того чтобы нормально его пройти тупо за 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 истейтил с а истейтами посмотрел и пока забил то что ну сил не хватает мне пока что играть во все эти шмапы сегаски ну вот ну да ладно хрен с ним пройду сокета тогда и потом еще вчера поиграл в черепах и думал он еще черепах за ферстрани так как вроде бы не особо сложные бесконечные конты ну и собственно сейчас я этого сокета пройду и надеюсь забуду о нем навсегда никогда не буду больше играть в эту игру так сейчас мы попали в такой типа бонус уровень который ведет нас на другую часть локации и не пройдя этот бонус уровень мы уровень не сможем завершить собственно чем мы делаем мы нажимаем вот на такие вот кнопочки вверх ползет типом змейка нам нужно прыгать по ней упс кто-то отвалился алло просто ты отказываешь чем мешать да там ростелеком как седавно база данных перезагружает так вот оказывается 3 3 путь был самый верный то есть тут данный же не путь не получил бы в любом случае что есть вот это тройская фигня вот как видите здесь типа ловушки но даже когда не тебя ударяют и тупо бьешься вот этот об эти вот палки и не улетаешь вниз ты все равно запрыгаешь чтож так ну вроде собственно все я не знаю можно продолжать авто ведь чё скажете не знаю по поводу этой игры как аналоги вас впечатление вызывает первых ну добавляйте так вроде первым первый босс собственно как так же как в сонике босс будет повторяться и выглядит он вот так и по такой аналог эгмана и за кто это вообще валится тупо впереди мясо всегда кроме последнего там буду до него дойдем покажу там не в несколько форм будет все босс сдох очень сложно бред привет предачь и заешь я бы серьезно бы почитал бы какую-нибудь историю может чуть-чуть по какому-нибудь аниме там манги или я не знаю по культуре терялась игра сделана потому что как бы ну разработчики либо настолько ленивые что им было лень придумать хоть какой-то сюжет к игре причем здесь же все-таки перемещение во времени как бы тема-то такая нужно объяснять может ну да я играю в американскую версию есть еще японская которая называется time 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 чё там сейчас посмотрю даже блинят не посмотрю ну короче там с временем связано то ли time developer то ли не знаю как то так просто просто вот опять же бывали же случае то что в американке вырезали сюжет и банки он будет блин а что-то я даже не посмотрел ну возможно короче весь сюжет был описан как бы в мануале как вариант такое возможно в то время кого это забудел этот сюжет ну да сегодня короче посмотрел если не знаю вдруг кто знает такого чувака на ю тубе командора он делает мульт революцию про всякие мульты там и так далее и при этом еще пили пить massacre который мне абсолютно не нравится но он недавно залил ну в отличие от естественно мульт революции мульт революции у него просто божественно так вот он недавно к себе залил ну перезалил ролики какие-то с какого-то какого-то непонятно то ли сайта то ли хостинга видео как в общем ретроспектива пока стол вани из первого по четвертую часть мне очень понравилось как он сказал типа в то время всем типа на сюжет было абсолютно похрен короче поэтому сюжет в кастл вани описывается только в мануале и практически больше нигде но это действительно так и было сложно с этим спорить плюс локализаторы япон американские постоянно путали всякой ну не путали от себя тяну там несли это хорошо отражается в кастл вани adventure по моему так или как-то так она называется короче первое кастл вани на геймбое где ты играешь за кристофера бельмонта в японской версии и почему-то в американский если ты играешь за саймона отлично то есть после второй кастл вани саймонс квест значит происходит все это дело а не через сто лет короче американские локализаторы просто наркоманы иногда даже дело не в этом в том же самом хагане которые по сути является только для американского рынка там сюжет по всей игре был только в двух состав которых не было по-моему никакого текста остальное сюжет весь написан в мануале и при этом сюжет там вроде как ничего такой интересный даже но почему-то его решили только в мануале засунуть странно как действительно и вот и как всегда хотел отметить блин ошибку и даже не ошибка вот этот то ли полу клише штамп я даже не знаю как называть короче у всех блин вот этих вот наших обзорщиков короче есть немножко блин взятого от а вгн и когда он начал говорить про то что короче я точно не помню ну когда он начал говорить про то что кастл вания 2 которая саймонс квест сложнее кастл вани 3 я такой фейспаум вызвало и там был какой-то один момент а когда он начал говорить опять же про кастл ванию 4 по типу что мол там можно там типа лунной походкой ходить там бить во все стороны и так далее так далее тоже так отдавала в г нам думаю блин ну зачем народ очень часто сложнее подразумевается путание и сложнее почему-то для них это немножко разные вещи в смысле одинаковые вещи что-то подзабыл я короче специально хотел это отметить и потом когда мы будем автопить сказать на стриме и что-то забыл ладно я сегодня уставших как всегда после рабочей недели поэтому могу тупить чуть занятия да ладно смоки если вдруг нас команды не смотрит а потом скажет что это за претензии ничего подобного очень я немножко поцелуй смокей не только после рабочих принципов слышь слышь я это сейчас обсирал вообще вот вредный да ты ты у михалыча фразу перенимать я не помню он любит говорить но в принципе и после того как он начал говорить подобные вещи что там к слованию вторая сложнее чем 3 я начал тупо не отключать мозг когда он начал рассказывать про геймплей и слушать тут тупо про а сюжете и вообще принципе ретроспективу в целом то есть какие игры когда выходили ничего не все представляли в общем в общем ты в курсе ну что блин когда люди начинают такие вот выдавать фразы складывается впечатление что в игре не эти не играли просто-напросто может быть и так как говорится чтобы хаять игру не обязательно не играть это практика показывает также игровая хорошая тоже можно в ней играть ну тоже самое да блин что я не могу запрыгнуть я очень хотел спросить и греша слушая а ты чё в этот в гуфе то в одного играл а ты не знаю как обычно просто позвал бы кого-нибудь я думаю все равно нашлись бы кто-то в копе игрушка вроде не сложно да а простая ван сэсэ прошел даже то надо с кем-то готовить но просто у меня на неделе ты здесь вообще нет я в больнице же лежу считай только у нас на субботу и пятницу приезжая а там времени ты готовишься на созвониться отпускают отъедаешься ничего хоть серьезного да не все нормально там через два месяца выпустят а вот лично у меня у меня просто я вспоминаю этот брательни когда в больнице лежал ему врачи нос сломали за что как говорится вопрос подачи информации в данном случае они ему перегородку управляли но мне больше нравится говорить нос сломали он там в больнице пролежал что-то около месяца в результате похудел килограммов на 10 наверно вообще не кормили что ли там ты не знаешь как там кормить нет я знаю как больницах кормят но обычно же еще и родственники там те кучу еды и сам муж сходим там пытаешься но в общем в общем этом каши и так далее весом там капитально тогда сбросил экстремальная к это больница я не знаю необычная больница называется вы выживи блин больничных условиях все такие больницы стандартные кормят по плану там который заведен у них уже на каждый квартал года блин господи вот физика здесь хуже чем соники в разы просто я не могу сейчас отпрыгнуть от стенки хотя нужно это сделать бывшие по ходу бывшие студенты организовывали не я вообще не жил нет мне это чуждо я видимо испытаю все прелести жизни пожил вообще побыл побывал в больнице спрашивают адафи дака в голливуде стримил кто-то нет чем пока не стримили секунд да когда нибудь и до него доберемся просто взялись за сегу так чё за стрим я в фоллаут хотел второй стрим как минимум сделать но я вообще никогда не подготовил все неделя сумасшедший абсолютно я полстрима твоего посмотрел блин фоллауте игрушка хорошая блин там так музыки не хватает а там как бы понимаешь помимо музыки очень много всякого поэтому там звуки атмосферный понимаешь к тому же я еще занизил там музыка есть своего рода в определенных метрах и так далее просто у меня звуки очень сильно занижены я на самом деле еще не полностью как бы смотрел я там параллельно просто делами занимался ну на фоне то точно включил там смотрел там очень тихо все было к тому же я таком поначалу было тихо помнать или ты меньше там можно громче там много можно громче сделать можно действительно там есть но если не музыка то хотя бы фоновые звуки там есть игра такая атмосферная господи соки заставляет игру всего проседать фпс вообще смоки а как я фоллаут я не знаю я считаю что в это нужно играть самому потому что когда смотришь на стриме это это естественно самому особенно знаешь вот по поводу этого если если ты решишь и поиграть действительно фоллаут то про мой стрим в принципе забудь просто потому что получить максимальное удовольствие это реально нужно играть полностью без всяких гайдов без всего это действительно получишь массу удовольствия ты может быть это может быть половину квестов не узнаешь ты там чё-нибудь еще но удовольствие самое смаковое ты получишь после первого прохождения остальное уже так хорошо я понял в общем как вы могли заметить эти бонус уровне ну это не совсем бонус уровне так скажем а непосредственно уровень такие отдельные участки уровня которые нужно проходить и когда мы на них дохнем собственно мы теряем жизнь да блин чё делаю то идет вот казалось бы куда бонус уровень а нихрена хрень полная короче да я вот думаю что надо играть именно конкретно самому потому что я там смотрел во первых блин было все как-то мелко очень разрешение экрана блин куда бешеная просто мне издалека на телевизоре было никак почти не видно ну текст по крайней мере вообще надо будет затринуть одну игрушку которая давно собирался а все у меня на кнопки ты находки прыжка блин стоит турбокнопка чё на него скуни прыгать пипец долбаный джойстик вот другой разговоров сразу прыгает выше ну чё за фигня я хочу сеговский майки мальза стримить все таки но для этого но для этого нужно пройти самое страшное и затренировать но не то чтобы затренировать она не такая сложная на самом деле просто там там при механике привыкать надо на ночи чё-то не могу вспомнить а вроде играл и не могу вспомнить чё-то игра жанр майки макс пазл платформенный пазл вот там механика просто скорость бега и так далее очень своеобразно спрашивают ошибусь я скажу что игра просится в кривое говно нет тут особо кривого говна нету просто она нануныла и долго но это не кривой не ну тут вроде как сказать так чё я так рано прыгнуто физика персонажа вроде нормальная ну тут тупо sonic вот реально они просто взяли капернули соника короче и некоторые не местами его заменили все ну тут еще не его как некоторые элементы геймплея поменяли 100 100 из на физика такая же зато искренне можно сказать что здесь вместо соника какой-то дятел действительно кстати в курсе что есть игра по дятлу вуди на сеге которая выходила только в бразилии нет вообще лол я тут когда сканил говорю увидел ее но она там идет один тоже не знаю может фпс 30 что ли я не круче говно тоже такое еще то я сам по себе факт что есть я немного шокировал причем это никакой никакой нибудь там пиратский хак или что-то подобное именно разработали до праздника качество на все равно как краски хагу чуть нормально было ну да я не прошел выключен очень очень странно что по дятлу вуде ничего не было по перстам персонаж это колоритные были ну всякой фигне периодически там игры зафигачивают а вот по такой франшизе как-то что я творю господи чё за синдром стрима ёптать причем это же халявный бонус уровень вообще несложный просто проживание вместе с ним просто одному там даже кому как но вуде я очень много смотрел 100 тысяч раз пересматривался которые были записаны на кассете серии понятно по дятлу вуде есть на геймбоя игра которая называется crazy castle что-то много сумасшедших замков развелось реки чем пять штук по моему чем на пикаже есть конечно на пикап у него есть игра аналог таза может мне дальше сбегать чуть-чуть я не хочу закрыть на что-то помню что я вроде да а ну да закрыто интересно где же наш потери наш потерял и потеряла чему вчера в черепах рубились сомы просто может заняться ничего сказал уже сказал что он написал в конфет что может будет а может нет но я скажу так я вчера ощутил все прелести жизни михалыча на кухне короче там когда кто-то кто-то у него из родственника это ну или родители делал что-то делал на блендере короче звуки были такие как будто людей убивают это хуже чем 40 бур когда сверли там самоваром мало того что мало то что блендер сам по себе не такая вещица специфичная так и передача звука это вообще прелестно становится поэтому я теперь понимаю в принципе почему иногда михалыч пропадает и не стриме давно понятно не интересно блин это чё за фирма где он где и ремонт делают ему судя по всему квартиру заново перестраивают не чувак полностью с тобой не согласен потому что сам дел короче сам дел ремонт и и у нас помню почти два месяца ушло чтобы тупо сделать ремонт в одной комнате и во второй если бы самостоятельно делать ремонт это еще куда не что-то людей же наняли так вот мы так как работали у меня брат мастеру как в принципе в этом деле короче михалычу делали вот по моему и делает фирма юта у меня короче батя там работал два месяца он там занимался он там делал всякие рекламные хреги он не рассказал что эта фирма это просто просто рассадник дебилов но вот почему именно их были повезло не наш короче и он дали строю ты короче на фирма ну это тип обычной посредники то есть них есть какой-то типа штат нормальных работников строитель до вся остальная фирма это дебилы которые делают рекламу расклеивать ну короче понимаешь да почему городом понятного делся оценку но ясно среди какой сложный босс без полон плюс да и не я туда не отвалился по запуску не разуме от того что следует царя кто то рома ну что я знаю что там работаешь на фоне поэтому опять звук просто отряд не заметил потери бойца еще полгода надо ждать пока этот корабль прилетит и заберет нас обратно в будущее или я не знаю куда куда-то во времени ничего не объясняется вот уже три канта заработал было 0 прелест прелест но это игра четко нацелено именно на аудиторию детей детскую аудиторию я не знаю я построил первые две минуты когда там какой-то чувак начал затирать что там только вы можете спросить а этот и так далее так далее я выключил просто поржал так нормально и вырубил потому что ну что это за наркомания господи где причем здесь ёжик причем будет ёжик соник это же это же одна вырванная передача то есть он типа в образе там был я там же и он это соник в образе это и был соник нет 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 это был стычкин актер достаточно этот он извращался там мне просто меня просто умилялось что его сравнивали типа ой там вот с этот супонев есть харизматичная стычкин там не тянет и так далее я когда это смотрел меня такое ха ха пробивало то есть сочетал то есть чувак которому 20 лет исполнилось которого захерачили в передачу должен на равных соперничать с человеком сколько мы там супоню 40 45 лет в опыте дело вон и который сам вообще-то эти программы по большей части делает вот есть ну да мы поняли смотрите здесь теперь элемент мы можем кататься на вагонетках о какой разнообразишь какая скорость как они на скорость тут есть но просто тут нихера не делаешь они сами куда надо тебя везут помимо всего прочего это один из образов у него там был объясни мне так как ты посмотрел это причем здесь соники почему он там появляется типа такой нарисованный справа и типа опрывает ну вот соник просто на фоне популярности супонева там буквально через месяц на скорую руку скрипали эту передачу она вышла там буквально через насколько я понял новая реальность первый выпуск появился в сентябре вот а sonic супер ёжик появился в ноябре то есть буквально ее там все это сделано очень простенько и так далее но учитывая что разнообразие там практически как такового нету то есть программ таких не было к тому времени короче дэнди новая реальность и вот sonic появился все больше нихрена нету соответственно программа была не такая плохая короче к сонику она никаким отношением ну не имеет никакому отношению к сонику имеет отношение то что это сеговская чисто передача раз и во вторых и там как бы игры сеговские игрались и там один из персонажей это собственно тот стоит этот же sonic вот и все я наверно не туда иду зачем-то поднимаюсь у меня вкусняшка а нет это не вкусняшка ты о чем когда я зашел в киноманию там записи не поймите кого на стене 50 лучших игр с всех времен или там там что хочешь сказать что действительно ссылка на сайт который называется macradar.ru что какое-то подразделение макдональдс решила составить топ в игр на NES спал не бей их сильно или во всяком случае ногами нет я просто зачитаю пока этот топ ну я в этот я имел ввиду в моральном плане ну ладно ну тогда я не знаю кто-то в киномании некоторых личностей воспринимает всерьез дабы не вызывать споров о том какая из игр лучше я расположил ухл вид на порядке точно просто просто рудомные игры гениально для тех тех кто уже смахивает слезоумиление ищет способы как заплатить любимые игры у нас припользованы соответствующие инструкции тире айос , ойс икс блин я тупанул понимаете да очень много людей будет скачать ска играть в это все на айосе и на макаси особенно когда у тебя кнопки будут блять на пол экрана для винды ссылок нет прелестно незачетно он не на виду иди нормально драгон в списке а марио списке нет да конечно будет куда что танчики и все такое так короче вот еще один типа бонус уровень нужно нам блять да что за хрень почему я не могу запрыгнуть еще башкой бьюсь там нужно запрыгнуть собственно на платформу которая будет опускаться вниз нам нужно добежать до верха две жизни опять просрал просто в пустую никитос ты о чем гениально мегамэн 2 и скринь из первого мегамэна мегамэн и скринь из второго мегамэна ошибочкам а на матч надо вон туда бывает и как мне туда запрыгнуть я не понял чё за фигня по первой даже лексик на гранат поставил 2 и 10 опа куда я запрыгнул секрет а нет чуть-чуть просто сократили будет очень как говно говно топ может все таки дальше поехать не хочу в ту дверь заходить может там все таки можно и без нее бойтесь там обычно короче сразу запрыгиваешь просто на красную платформу все и бежишь что фигня это игрока ты говоришь ты говори кэн это нормально продолжай чё ты говоришь это длинная игра еще ну да я планировал за час его пройти как бы ну когда я играл недавно мне у меня ушло около двух часов чтобы пойти ну сейчас я просто в курсе как что проходить а там просто на последних уровнях немножко еще застопорился что не понимал куда идти там будет водные уровни мои любимые что в сонике что вообще везде кента черепах ты сколько тогда все стану я не помню они не дома проблема была с там была проблема если егор если у негор это будет этот уровень тогда это будет проблема ну я так думаю ну да ты не сыпь он просто не хочет что придать типа спойлер что такое ну хорошо я потом я сам дойду да не садили до часиков 9 уж точно управлюсь надеюсь я что надеюсь ты никуда не торопишься ну в принципе мне надо надо кто еще будет и чем делать не знаю надеюсь успеем не можем сделать так ты после сокета пройдешь свою игру а я потом уже заферстраню угу на харде тогда что значит на харде вы че хотите чтобы я завтра под утро только уснул во дошел до босса слава богу в тот бонус не надо было заходить а вот здесь типа тоже оригинальный геймплей на боссе который сводится к тому что ты просто боссов перемяз бьешь очень оригинальный нам нужно типа тушить огонь вишна с водичкой течет из узнать чего это такое лодочки наши и все тушить ничего даже почти не пришлось можно пока этот босс тупит улетает потушить делать все равно ничего у меня такое ощущение что тут слишком много прозрачности блин вообще цепь цепь лехана потому что это сетка сеговская которая так сказать я не знаю не эмулирует что ну создана прозрачность с помощью сетки грубо говоря а не альфа канала ее слишком много так четвертый уровень да еще четыре уровня осталось ну здесь как побегать можно будет жейт винд это что за игра да очередной шмак никому не известный а на сколько он примерно на нужную платформу по идее полчаса по идее но там на самом деле концовка довольно запарная когда я его проходил первый раз я его умудрился с первого раза пройти не факт что не получится что бадхерт будет? не знаю зависит зависит получится или нет закон с полного вспоминаемой скорее всего не получится так я лучше чуть-чуть запутался куда бежать слишком до хрена руки полуразвилок полуразвилки все ну но в итоге все равно жмешь тупо вперед там не знаю и бежишь он прибегаешь в ту точку которую надо Stone Age короче мы вернулись в каменный век только что он как бы каменным вообще не выглядит это куда мы вообще промыслились что это опять а вот здесь вроде бы на этом или не на этом уровне или на следующем и тогда запрос что тупанул на духа кто смотрел видюху про черепах в группе выжим сегодня утром блин это такое просто я не могу на такой 3d смотреть слава богу что начали все-таки точнее там кто-то не купил права на этих черепах и потом выпустили черепах 2003 года это просто такое говно я не знаю еще и 240 но это и ладно это просто скорее всего просто как сказать оцифровано с видеопленки старост старая типичная 3d которая была в большинстве мультсериалов а я кривое очень учитывая что тогда уже был файнал фэнтези потом кто-то тоже выкладывал который по ним анимационный фильм какой там было 3d но сам по себе ролик в принципе неплохой на сумме данте лака за рулем ехал какой-то труп уже такой мы сегодня еще на черепах на габа посмотрим какие будут выражения лица на портретах главных героев это вообще-то что-то с чем-то просто я вообще ничего не нажимал он сам у меня улетел уже пять континью ой здоров спасибо хорошо что в игры дают заработать континью иногда стандартные не всегда хватает в ненормальных игр я понял ты же ты переиграл давайте всякие сны со скин не игры но здесь уж слишком много дают жизни и просто мало того чтобы во-первых до жизни дают просто уйму так еще и контов суши ты пиратов темной воды вспомнил вон там в команд черпашках на на пока уровне с камазом вот в это видишь он есть думаю день вот копали так я не помню куда идти да че за фигня умри вот опять начинается типа лабиринты которые какие-то нелогичные неинтересные просто пытаешься найти куда тебе идти так здесь тут вроде тупик будет я точно помню да вот это здесь я короче за просто дверь в эту сторону тип не открывается нам нужно идти на правый там еще будет бонус уровень главное не дохнули этого вернемся за километр просто обратно к этому чекпоинту но там где вот эта хрень типа окей чекпоинт вот и то есть игра как бы знает что там дальше типа спешил этот стейдж блин будет сложный поэтому дает нам прямо перед ней жизнь и жизнь после смерти то есть снова постановится естественно не сложно такому 3 ошибаюсь но честно вот 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 этот не за мы были хрень с ним называть спешил стейджем короче вот это бы спешил встречи ребенок бы какой-нибудь который вы еще не переиграл в кучу игр скорее всего бы не прошел по крайней мере долго бы пыталась в него играть учиться что-то вроде он доверяешь жизнь после смерти плане в играх я не понял юмора серьезно слишком тонко для меня даже я уже сейчас мог слиться чушь курить о детях играем на них к цели на походу дела так сейчас меня по-любому затролят или нет они туда затроллили бред он резко ушел вправо и там челюсти какие-то были надо просто знать на какую вставать батлтос хрена вот чем эта игра похожа на батлтос блин не получилось шестая погнали что я удивляюсь на свой обычный сразу в пропасть ультаю вторая часть не думаю некоторыми за что-то ранее не понравилось про черепах про черепах нагбан да я начал стримить то у меня вина слетела я не пройдет куда я побежал обратно я вернулся обратно там где была закрыта дверь отлично ладно на какой я в конце наступал на шестую же да вроде для на живые выехал блин нелогичные платформы очень логичный долгих слоупочный вот так называем там батл nexus там же можно наверно за кролика драться а там файтинг или просто на прохождение а прохождение на геймбой но там начальник спинтерселла идет и батл nexus надо сделать было чисто блин файтингом потому что ну чё за дела там же турнир типа по сюжету там уж не сразу стоит турнир они же типа начало там стромми должны там драться крючки не положение батл nexus это не батл nexus это не батл nexus а это это не батл nexus а события батл nexus это именно когда они приехали прилетели на этот турнир смысле чего на них этот напал как его сын вот бой сыном сначала был бы как нашим видев файтинга потом там и так далее и майки типа затаскивают так когда этот уровень уже закончится уранная а я могу чуть-чуть приоткрыть дверь вот это возможности или меня все-таки нужно туда вниз чуть не стрёмно туда запрыгать наверх пойду вниз можно было потому что стена я уже не помню просто куда-то конкретно идти нет все-таки наверх я надеюсь что это не фатальный шаг мне не придется снова проходить закрыта дверь все правильные вышли под форме так что у нас темы для авто позакончить давайте поговорим как на погоне кто кстати играл в кастлване и которые но playstation и втором есть они в виде слэшера сделаны и там что-то же не знаю я не помню как они называются но там есть две части короче одна типа сделана по типу symphony of the night в 3d а вторая ее продолжением там уже побольше комбасиков и так далее так далее блин я вот думаю как-нибудь поиграть наконец-то до вас пришел ничего даже не слышал у них да вот я тоже как бы вообще ничего не знал отвергут по стрелу от команды его о них там рассказывал я посмотрел вроде прикольную и вот я как раз чего-то что-то подобного и хотел они сраные метро и давание миллионный раз я фигур на габа преемник снеса этот воск поле менее интересных хоть какой-то челлендж дамажит тут между зубов тяжело немного попасть на фиксис стать чтобы он провалился несут на кости пускать сам наводящийся ну все равно блины не слишком легкий понимаете мы только что порвали пасть динозавров неплохо тут тоже недавно была ссылка типа диаблеса что там 75 процентов скидка на к слованию лорсов шаду 2 в новогодние но не новогодние ты как-то как называется исследовательский распродаж продаж то есть говорит о качестве игры такое разочарование из 10 конечно вторая часть ворсов шаду ну да есть такое я что-то первого когда смотрел стрим на видео только мне играл а мне как-то хоть интересно показалось 2 немного начал уже играть сам так не закончил я говорю есть я не фану не перся так от первой части я бы наверно тоже даже не до проходил бы зачем запихали вообще бесполезно этот бесполезно унылый стелс там еще есть момент с этим стелсами очевидный когда там типа два бугая таких огромных за тобой ходят и тебе нужно пролететь сквозь третьего который охраняет вход там то есть накинуть на него летучих мышей пролететь сквозь решетку блин как долго я до этого пытался допетрить потом вообще в итоге на ютубе пришлось посмотреть это было так не очевидно и опять же ты недавно завалил сука блять ебаную гидру с тремя головами которые там размером с небоскреб и ты боишься каких-то ебаных лохов которые там для не знаю ну уж явно слабее этой гидры который ты только что убил пять минут назад бегаешь от них от них там как как сучка трусливая круче вообще батхёрт этого стелса и как всегда блин битва потом в конце опять со сраным сатаной отлично блять дракуле не с кем драться кроме как сатаны все испортишь да все испортили здесь и первая часть еще было логично что он там завалил стану типа там впитал типа всякую всякую силу там этих вампира оборотня еще там кого-то уже не помню вурдалака там какого-то и потом завалил сатану и спас типа мирного при этом заплатил слишком большую цену типа и сам стал сатаной грубо говоря да то во второй части учет за херня блять друзья чердака подставил уже он не играл что лишь не сюда когда он первый проходил ты концовку сказал я же обычно предупреждаю как это спойлера если игра вышла год назад или больше я уже обычно напрямую говорю потому что ну них нет не сыграли сами виноваты кто слоупок вот этот уровень дебильный короче здесь сейчас будет нужно под водой исследовать ну не то что следовать а бегать под водой искать куда тебе надо идти и вот тут я застрял просто на минут 40 наверное когда я недавно играл еще кучу раз дох вообще про какую игру до этого говорили про лошаду а вот шеду вообще прокат пока слова не что-то очень но я начался начать с ключи 80 процентов да да я про это и говорю что показывает ну говорит о том какой какого качества игра и никто не покупает так на нее скидку ну почему как бы это время уже достаточно прошло то что нормально так что-то я тут бессмысленно ругаясь матами сейчас опять запилят пост нас же дети смотрят нельзя ругаться матом да электроутка будет плавать под водой да кстати вот и как всегда мы становимся слоупоками короче мега слоупоками ну логично было бы если он дох там со временем как соник но нет но нет разработчики решили запилить ему мега слоупочность если соник хоть как-то был подвижен воде то этот не знаю как его назвать дятел ладно так скажем не будем опять же ругаться это констатация факта да констатация факта и он реально дятел я не в я не за я помню в ту сторону кстати если мы живем в дятловую дятлом хочу это обидно что тут та же самая ситуация просто у него внутренние и внутренние внешне состояние совпадают я чё-то сомневаюсь что это дятел это клюв него не такой как у тебя загибается вылака вниз и не значит за птицы короче в душе он все равно дятел он по жизни дятел они в душе вот именно это утка отлично отлично утка вот сюда короче не нельзя заходить сюда зайдешь пройдешь там сплошный стейдж и в начале уровня окажешь тройска разработчики такие уроды просто по поводу скидок у меня по поводу скидок такое расстройство оказалось стиме ну накачивая подешевле было не в этом дело я смотрю на скидки в стиме понимаю что мне вообще ничего не хочется брать еще я бы контр-страйк global offensive взял на самом деле но у меня нету на карте денег подложить у меня есть 9 рублей в стиме я хотел кунти груза 9 рублей купить там есть игра за 2 рубля инди-гинди говно какое-то смакей тренируюсь сам было кстати этот распродажа dark souls по-моему по 5 рублей 1 да мол нет короче там был 99 пацана скидка на dark souls мы тогда его хапнули я михалыч крыл еще кто-то ровно почему я нервюсь с лучшим почему нервность а кто сказал на карту деньги в лун в лом ложить не буду я говорю у меня 9 рублей есть в стиме в кошельке стимовском ты сказал я говорю я бы купил глобал фэнсив но мне лень на головоком на карту деньги вложить ну причем здесь нервность положить блин придут положить как минимум так я говорю мне лень получил баланс на кашу шутки шутки застой филе на счет силы скоба с раша тут он ничего нет еще на счет босс раша на пасе я же вроде писал комментарии что после мега босс раша устроим по сеге да пока что не определились с эмулятором не определились чем мы не определились первым жертвой будет ванек я ему специально сделал делают сам ответственный босс раша кто будет короче там игра короче еще куча всего надо решить а какого числа то у нас др там непонятно в конце декабря конце декабря перед новым годом да ты бы не заспойлер еще с ничего не чем мы вообще еще ничего не говорили я не собираюсь ничего говорить нет но об этом как бы не новости по поводу того чего это уже деньги тире дэнди в конце декабря не помню там какое число а так отмечать наверно его будем в конце там так ладно что я хотел сказать а так вот короче я хотел какой-нибудь шмап купить за 9 рублей но в итоге посмотрел что там за шмап эти индюшные думали на такое говно даже 9 рублей жалко да там бывали поинтересные вещи чердак спрашивает я хотел и хоро константин а как тебе сериал константин никак я его не смотрю ты разочаровал вашего же это самое уже приостановили по моему очень за бонус бонус течи в нем очень не был я послование 4 какая-то хм ты можешь ему заспорить то вряд ли вообще смотреть я не знаю я может и буду смотреть на просто после 3 серии короче продюсер искали что они скорее всего 3 он не будет снимать вроде вроде еще думают пока до снимать ли первую или нет там короче проблема в том джон константин короче тусуется постоянно сигаретой короче в зубах это вообще просто главная фишка персонажа он все время в сигареты и первые четыре серии ой он после 5 серии сна или да я перепутал вот короче первые четыре серии он весь сигареты в пятой серии мы запилили сигаретой после этого короче сериал решили приостановить пиздец какой интересный сюжет нет не сюжете дело дело в том что блин это страна hbo типа против курения там во всяких своих сериалах и так далее так далее поэтому пришлось короче и остановить съемку сериала короче дебильные какие-то вообще бывает хуже так я запрыгнул у меня жизни заканчивается и этот дебильный звук начинается короче круто скорая какая-то едет я не знаю он короче будет усиливаться сейчас надо быстрее набирать электричество то он меня убьет просто этот звук просто убьет мои уши кровоточит я уже его наслушался короче за всю свою жизнь это еще одна причина не играть в эту игру никогда так ладно отлично я вроде прошел это наверно по херосте как звук потери и марио юж айленд там он начинает вопить постоянно поначалу ладно похрен потом уже когда проходишь уже ближе к концу игры тебя его выпиливают начинает писать наверно песенка это в битым от супермена вход на себе да самое тупое сопровождение в игре ничего не понял это который death and return superman так там просто баг эмулятора эмуляция в этом самом в ретро архи вот этом плагине нормально кстати я пробовал но если играть во фьюжне то никогда в жизни не запускайте эту игру это невозможно просто просто вся вся музыка это один вот этот баг да я могу там весьма дошли через дурак там вместо этого красота всего лишь аплосил барс они довольно гормальный также играть но он там нормально выражаешь там ну да типа должен по идее быть по сложным ну понял ли нашу так там так 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 А так. А так. Вчера не. Всё. Серёга запилил очередной. Ховор. Минутка аранжировки голоса у нас полна. Боссы такие же тупорылые как Соники. Хуже. Соники последний босс. Хотя бы последний боссы более менее интересные были. Тут же вообще. Хотя тут тоже чуть 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 получше чем основные вот эти вот. И не намного. Ну да. Там просто у него куча форм будет. Они дебильные. Можно на них столкнуть на самом деле. Это последний босс? Да не, не. Ещё два уровня. Это обычный босс. А, Егор. Ты говоришь, игра долгая. По мне так. Любая игра будет, которая длиной на час, на два. Это короткая игра. Нет. В смысле, игра долгая, потому что она унылая. Она долгая, да. Вот именно. Один хрен всё равно будет короткая. Если интересно, то можно играть игры. Гриш, и после SNES я бы, наверное, был бы такого же мнения. Но пока что, слава богу, я SNES не стал. После SNES я всем дебильным играм, которые в 20 минут продолжаются, готов просить вообще всё. Только за счёт за то, что они 20 минут продолжаются. Угу. Так, шестая арена, ещё, вроде, шестая и седьмая. И всё, по-моему. Ну, опять же, Серёга, не всем взять тех же самых Kings Knight. Я думаю, вряд ли это вообще кто-то пока будет играть. NES-овский Knight Mari. Чердак спрашивает, ночью канал свободен? М-м-м, тогда как. В принципе, я не знаю, если сегодня Витя будет стримить ночного Гая, то нет. Я не в курсе. Чё, решил постримить? Они у нас не посвящают свои планы. Пришёл молодость выполнить? Да он в армию скоро уходит. Ему надо быстрее всё сделать, пока он не ушёл. Ну, в смысле, постримить там, не знаю, бухнуть там, чё-ничё там, чё он любит. Бухнуть на стриме. Бухнуть на стриме. Ну, вроде чердак не бухал на стриме. Да ё-моё, что это за хрень? Чё это за КГ было? Почему я просто... Чё меня лагает? Не знаю. Да нет, у меня у тебя одного. У меня тоже что-то подлагивает стрим. О, у меня дропы пошли. Ооо. И это... Не хочется, грубо, оказывается. Время вышло. Сергей слишком мощно стремительно. Дропы пошли. Ага, это ростелеком просто. Угу. Просто дураком. Ну блин, ну чё за фигня? Две тысячи дропов. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну это не так много если в одну секунду 60 кадров, ну 30 тут, ладно. Угу. Да, стоя, я шесть когда-то стримил, запилил. А вот 360, 60 фпс не показывают. А, надо Все, вроде дропы перестали Ладно, продолжаем уныние Только уже без дропов Да, я очень лечу Я просто еще куда-то Чердак, еще непонятно, будет ли Витя вообще там продвинулся в Гае или нет? Потому что я все не смотрю Он там на одном и том же месте вдохнет О, фьючер, фьючер Фьючер Не, походу, вагает Вагается? Сейчас посмотрю Да нет, вроде дропов больше нету Вроде Да, бедненько Вот смотрите Как в Сонике Что именно? Вот эти вот платформы передвигаются Не могу вспомнить В какой зоне, но они точно были В какой-то из частей Ой, пилы всякие Так, ну в будущем И по-моему По-моему Нет, это не последний, по-моему Или последний Вроде не последний Стань магнит Лучше был бы последний Да, лучше бы он был последний Что здесь опять же заблудиться Можно дебильные эти Лабиринты, которые я не навижу просто Ну сейчас-то я уже знаю куда идти НС Где-то НС Так, сейчас нам вроде надо наверх подняться Вот здесь можно кругами, короче, бегать Вот в этом месте Вот рядышком вот с этим Лифтом Так, вроде бы наверх Ну Вон ап Всем жизни уже просто Кто проходил Лунарбол? А, проходить точно Лунарбол? Да Кто? Что он? Ну спрашивает Кто из триммеров Хотел проходить Лунарбол? Да, Женя, прошел его уже А, уже прошел? Фиган Да А че он, а он уже написал об этом В теме? На труконцовку Да, говорил А, говорил? Одна концовка А в теме, да, он не написал свое мнение По поводу игры Но он выложит это потом Ммм, окей Так, я вроде не туда иду Мне нужно на лево все-таки Да Так что Киллер Иди за Видосами на ютубе Ну, скорее всего это, короче Точно не топ-1 Да даже не скорее всего так и есть Мне интересно, кто еще к вам богатству это говно пройдет Там же какой-то чувак проходит В курсе это Эта игра, которая затронила богатство Нормально в исполнил его отвращение Да Игра, в которой ему было неприятнее всего играть Который Лунарбо Да Если он прошел всяких арканоидов, то, да Это, наверное, о чем ты говорит В арканоиде он шпал паузу трючил мышкой Ага А ты в Тузверс играл тоже мышкой, да? Конечно Я тоже паузу трючил Не, ну там-то вообще такое исполнение было С паузой Что-то интересно играть с паузой Причем в арканоиде с паузой там особо исполнить не надо Там нужно успеть, чтобы... Вопрос не играть, вопрос пройти В арканоиде там с паузой исполнить не надо вообще Там читы за книгу всем Главное следить, чтобы ты не жал, когда твой шарик бьет платформу Это фигня Блин, в Тузверсе там из паузы такое исполнение нужно Ооо Читы это ощущение вариант Смотрите, смотрите, видали, да? Видали, да? Где это было? Где это было? А? Видали, да? Какой оригинальный геймплейный элемент Так, я только не помню куда-то идти Вроде куда-то направо Шторм Ого Чё, метал что? А, ну, я... я... о том, что опять копипаста сониками Да, 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 все поняли Так, вроде бы, или не вроде бы Там тоже в этом десеге Ну, на зоне десега больной Надо было бегать, что-то идёшь Верх ногами Ну, здесь... вот здесь реально Здесь реально просто хер знает куда идти Надо реально запоминать куда тебе надо Попробуйте Иначе нихера не понятно Просто искать очень долго Так, здесь вроде нужно вот так сделать Да, пинком долетать до этой платформы Так, я не помню куда идти Так, я не помню куда идти Надо нам вниз, не надо О, как это уныло и скучно Да ладно Киллер лот Если ты там что-то прошёл То никакого скрина нам не нужно Нам нужно прохождение записанное Причём ещё на эмалиаторе На стопе 1.37 В идеале стрим Скрин может вообще любой человек кинуть и сказать О, смотрите, я прошёл там Сейв стейтами и так далее И написать Вот, я прям покинул без своих стейтов Это да Ещё в начало уровня, да, вернусь? Отлично Я не ныжу эти лабиринты Как право эти, наверное Привет, Василь Не, ну сложные игры, мне кажется, всё-таки в идеале стрим Особенно от непроверенных людей Если тебе так легко, запиши профа вторую И выскажешь своё мнение, что ты думаешь по поводу сложности этой игры В идеале ещё какую-нибудь игру есть Из там списка пройти, чтобы сравнить с ними А чё, ну какую игру-то он пошёл в Лунарпул? Я очень сомневаюсь, что если ты последний раз играл в него 15 лет назад То сейчас ты его прошёл Поскольку богатский потратил довольно много времени на тренировки И они ему довольны При этом условии, что это богатский Да, при условии, что это богатский А он настолько использовал Потому что, походу, можно на скоке регулировать Или что-то подобное Инерцию можно регулировать? Да, но... Сказал, что там какая-то возня с ней Там лучше её, да, не трогать Потому что там пиздец просто Становится Там ты можешь, то есть, ударить, короче Сделать инерцию по максимуму Один раз вроде бы Попасть по шарам, и они никогда не остановятся Киллер лот Ну вот теперь, можно точно сказать Вот то, что ты сейчас написал Это полное враньё Потому что, если бы ты играл в настоящий бильярд постоянно Ты бы вообще не... Эту игру бы не переносил Я тоже играю в настоящий бильярд постоянно Я не переношу всё так кривое говно Если кто-то там договорится в чате Так, короче Здесь вот типа более-менее Попытка сделать оригинального босса Вот, нужно бить по тому вон шарику И только тогда будет дамажиться этот Франкенштейн Сейчас будет ещё вроде вторая форма Ну хоть что-то, хоть что-то То есть этот шарик вот оставляет после себя вот такие вот взрывы Нужно не попадаться на них Ну, опять же, всё легко и просто Хотя, на самом деле, скажу по-честному, что я слил пару жизней Прежде чем завалить этого босса Ты и равно очень Хиллер, скажу проще Тебе вот всё это надо Ой-ой-ой-ой Чуть-чуть, блин, не зафейлил Не затралил сам себя Жизнь уже не оставалась Бешеная Бешеный дятел Никита строльб Я прошёл, я прошёл Так ты как скринзы Почему я не вижу чат? Хехехе Так, ну ладно, последний аренд Я не могу, я не могу скрин сохранить Да можешь просто скопипастить в конфу то, что написано Ооо Скрин долго слишком делал Последний, последний уровень Ура Ну а ну, как всегда Я упал Спаун расстроился Пошли отмазы, конечно же, разумеется сразу же Кто посомневался Да ладно тебе, чё завелся Да, чё ты Он не сказал, я прошёл Сам А не, он сказал, что прошёл Нет, он сказал, что прошёл Ну, прошёл, ну, молодец Давай медальные яйца Соврал, 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 что прошёл Медальные яйца повесим и всё здорово Цехе Ахахахахахахаххахахахахаха Что? Чёрт? Не слышали это выражение? Нет, я слышу впервые, да Это выражение а-ля в ритмак очень очень подходит это это далеко не мое выражение просто как у как у меня очень часто жаловались у меня память хорошая я знаю что не твое но просто в стиле тебя очень даже спал он не любит можно завершить в данном случае дэн говорит спал не любит ложь да ложь истина спал он любит истину блин что я открыл нафиг чё-то за 31 вас птиц протирали варень 31 как секция за эти играешь такой проходишь игру потом тебя бас телепортирует сам начал играли за что залетел в пикси телепорт не я в я открыл ссылку и там какой-то понк и там 31 написано что это значит значит никитос прошел пол все теперь понял да чтоб тебе последний уровень уже да я сам уже устал от этой игры это это короче сокет копипаста соника до них даже как даже скопипастили первую букву в имени соника и букву о вторую тоже посетили глибо община ловит пик такой блин у них был свой соник блог джек не был свой галман поджигал дороге да чуть еще у них же было там недавно же я вроде что-то стримил века каевская я не помню я тоже не помню он тоже короче как просто помню или не стрим или может просто играл но если мы джекал дороги там под мегабанки довольно сильно отличается по геймплее то тут по геймплее не особо сильно отличается только пинок это добавили все и кучу унылого поиска выхода блин или конца уровня то есть если соники там хоть как-то все примитивненько в этом плане на самом-то деле хоть есть конечно развилки там то есть ну ты бег бежишь тупо вперед там или вправо влево бежишься но прибежишь к его ты здесь плечу можно заблудиться и бегать по кругу а потом комментарии вот смотрю видос там а тут матча наша нация деградирует как там какой-то чувак сбежавший с не знает какой помощи вот этот вы коверканье смоки мне каждый раз напоминает мастер перевоплощения вреда жаль ты не можешь богатского стрима посмотреть вот как он коверкать слова ты после этого дело не в этом дело не в этом ты смотрел у этого у ностальгирующая критика мастер первого получения я нет ну кавель посмотри поймешь о чем я просто говорю хорошо и там коверкает к разу вернуть ты имеешь ввиду или а мы с озвучкой идет просто коверкает каждый по-своему никто не спорит просто настолько похожи подожди а кто озвучивал это не в курсе или тут субтитры выстрел нет опять же этот сам-то фильма озвучивает не этот не переводчик вот достальгирующих критика там из какого-то перевода взяты а все понял хорошо и сами даже забавно быстрее правда пошла убогая комедия мне вчера друг написал где можно скачать короче русскую комедию о чем говорят мужчины два в 2014 году ушла я люблю блять что зачем ты меня это спрашивать там думал у меня друг сошел с ума оказывается он типа такой а я хочу просто посмотреть доску насколько все-таки наши опустились в плане русских комедий очередной раз меня прямо уже души отлегло я не я никак не мог смириться с тем что есть человек которого я знаю который всерьез воспринимает эти комедии и ржет над ней одни и те же актеры во всех фильмах из комедий клавы что я не помню куда идти и допрыгну к нему кема да как показывает практика некоторые кроме слова говна вообще ничего не видит по поводу кема по поводу слова говна вот у меня брательник это это немножко не к нему но по поводу отношения к слову и так далее очень показывает хорошо извините сейчас перебью и может продолжать короче смотрите я сейчас объявил чуть ли не полуровня и опять вернулся в ту же точку откуда начал вот вот о чем я говорил вот это говно просто полная очень сильно отличается от соника соники такого говна нету практически может где-то есть но очень редко тут тут же всю игру такая парашек все я лучше кулстори дальше это не кулстори просто скину ссылочку брательник песню нашел когда у него дочь родилась и он ее чтобы успокоить периодически поют песенки из русского рока ну почему-то успокаивает и вот в частности он нашел почему-то вот я не понял почему он нашел эту песню но вот по поводу отношения к слову там немножко другому но это смотрите по поводу о чем говорят мужчины мне не понравилось потому что там там все довольно мрачный хоро мне лично нравится первая часть вторая нет третью я даже не смотрю так и сейчас только вторая вроде появилась или уже третий нет третья как раз появилась вторая а странно а чё ее даже нигде на трендах не знаю вы пиливали что ли там типа да чертова российского кинематографа причем я должны дети помню кучу многим понравился вторая часть о чем говорят мужчина мне не понравилось потому что там там все довольно мрачных я вообще не могу воспринимать счастлива проблема современного нашего кинца то что там везде играть одни и те же актеры их невозможно воспринимать они даже не играют они играть они умеют есть есть те которые играют есть нормально есть нормальный но блин их так мало почему посмотрите реальных пацанов и поймете всю суть о чем я говорю вот они просто ради расширения кругозора потому что там настолько божественная актерская игра в кавычках что я просто умиряюсь реальные пацаны до реальные пацаны это сериал ты да да по тнт идет который меня коллега очень когда в общем работаем не хер заняться вот смотрим всякие сериалы различные он эти реальные пацаны все сезоны посмотрел чувак у меня друг которая зная рядом по ней а рядом как выщик я коля нравится на самом деле он действительно забавный такой образ был сделан так далее в реальных пацанах это жопа вообще я на я я просто недавно короче будет помните когда я еще свалил от вас говорить и поехал с друзьями бухать вот а потом в итоге группа жилел что ездил так вот мы короче съездили там до города типа хотели там девчонкам поехать в итоге короче все 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 короче обломалась мы в итоге купили пиво уехали короче и к другу домой длин короче бухать вот и в итоге и знаете чем мы весь вечер смотрели реальных пацанов это было мучение просто вот почему я написал что лучше бы и остался бы с вами ну да представляю короче вот это последний босс и валится он просто стоит когда ты стоишь посередине и пинаешься по яйцам вот а теперь нужно короче вот уворачиваться открутил какую-то крышки от люка и валить вот это урода и вот и вот этот вот эта форма реально может затрали до железа железа железная шары блин по поводу русских комедий выходит хорошие вещи выходит но мало кому ряд лет это тоже было все готовы вот это дело да именно я говорю про нынешнее время о чем говорят мужчины во всяком случае первая часть это вообще не фильм начнем с этого хочу это ты понимаешь это вообще сложно назвать как как-то это это же все на основе спектакля сделано по сути четыре мужика ездят и разговаривают на общие темы там сюжет все относительно они весь фильм построена на их общение на тему которая возникает все это не фильм нет и сюжета как такового нету это интересно смотрится да но это не фильм то же самое как например очень многим очень многим там дико не понравился этот как он называется самый лучший фильм я его смотрю как сборник анекдотов это тоже не фильм теперь первый кстати очень я про первый 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 мне на самом деле более-менее хоть понравился остальные первые я постебался потому что это сборник это иллюстрированные анекдоты да посмеялся то забавный весьма момент и бывает про остальные даже не смотрел на фильмом это назвать опять же нельзя что игра продина да вот смотрим концовка короче прилетаем мы в какой-то не знаю в нашу лабораторию нас погружает в капсулу чё за хрень чё происходит в этой игре почему нас почему мы были вне капсулы они стоп я немножко за спойлер но грубо говоря машина времени по ходу дела вот это вот где все появляется этот дятел и сейчас он пойдет и типа ляжет в капсулу сна какого-то не знаю на кепке написано time чтобы когда зло вернулось он сможет но чем здесь таких дебилов как мы он 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 сколько он как будто из тюрьмы сбежал блин у него такая рубашка футболка точнее не факт может быть так и третий толстяк явно когда рыба блин я не знаю все мы и мы погрузились сон я не знаю с открытыми глазами спать будем короче это короче при припевел к матрице лол кипер гим сейчас посмотрим слоупочные титры и чё серёга ты ща будешь давая надо бумаги срочно такой вероятность есть на 7 часов уже тоже можно нахради до утра да я не хочу нахради играть чё и мучиться дарксайд прошли вот дарксайд дарксайдерс до утра когда погреба это на третью часть энэми программ лично расположить тупых врагов которые в одном месте будут стоять по уровню такая задача что слишком много народу работала над этим над этой игрой ладно еще композитор хрен с ним слишком много не работала по ходу дела до то шиналом митв блять там бандар да 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 скажите пожалуйста что это с конец реально части true final босса дадут идут код на которого здесь нет да вроде бы все ладно сейчас тогда у нас будет спал он с какой-то там игрой не помню название так что никуда не уходите